Приморская сцена Мариинского театра решила показать зрителям свое закулисье. Для них была организована специальная экскурсия, несколько локаций. По этому случаю театр начался не с вешалки, а с пошивочной мастерской. Балетные костюмы – дело непростое, на их создание уходит до двух недель. Работа здесь не останавливается ни на минуту. Мы начинаем уже разрабатывать ткани, какие ему надо, по цвету подбираем, прикалываем, ездим по магазинам, покупаем, делаем закупки, ждем. Когда это все приходит к нам в цех, мы начинаем уже работать. Мои закройщицы Жукова и Заввольнова, они начинают работать, краить. Они краят. Потом отдают эти все костюмы, отдаются швейм. И начинаем, вот такой процесс у нас идет. Конечно, не смогли не показать склад костюмов. Каждый наряд имеет именную бирку, ведь создают их, учитывая индивидуальные особенности артиста. Вот видите, здесь подписано, с какого балета. И да, это все индивидуально, потому что у всех что написано? Трариата. Это название, да. Театр – место, где происходят поразительные перевоплощения. Требуемый для роли образ создается с помощью костюма, освещения и, конечно же, грима. На него уходит обычно минут 10, если он простой. Но бывают случаи, когда времени тратится час, а то и больше. Грим, в принципе, это один большой секрет, потому что, делая грим, мы учитываем каждую индивидуальную особенность артиста, подчеркиваем ее и делаем более яркой со сцены. Иной раз можно не узнать этого артиста вблизи, без грима, а на сцене он совершенно другой. Участники экскурсии смогли посетить репетицию балета «Серенада». Посетители смогли собственными глазами увидеть занятых в главных партиях ведущих солистов труппы театра, понаблюдать за работой педагогов-репетиторов, дирижера и технических служб. После репетиции мы смогли пообщаться с примой театра Ириной Сапожниковой. Для зрителей она невесомая, легкая, сказочная. Однако интересно было узнать, каково быть прима-балериной. Я росла с кардебалета, я пришла в театр, я два года встала в кардебалете и прошла через все вот эти круги, которые положено пройти. И, конечно, это тяжело, но очень интересно. И, наверное, мне кажется, каждая балерина этим живет, чтобы расти. То есть, конечно, нет ничего лучше, когда ты ведешь спектакли. Добавим, что в эти дни в рамках проекта «Мариинский детям» на приморской сцене представляют лучшие балетные и оперные постановки для всей семьи. Я думаю, это будет интересно, и это вот привлечет город к театру. Потому что у города есть хорошая возможность посетить Мариинский театр. Потому что Санкт-Петербург далеко, а здесь все-таки у нас репертуар хороший. Отметим создание репертуара для детства и юношества – одно из приоритетных направлений деятельности приморской сцены Мариинского театра. Также для школьников Приморья совместно с администрацией края реализуется проект «Театральный урок». Планируется, что до конца 2018 года мероприятие охватит свыше 2000 школьников региона. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова